Новый год приближается очень быстро, и у многих возникает желание положить под елку что-нибудь крутое из хай-тек новинок. Встречайте управляемость у смартфона в бумажной самолете. Взглянув на цену, ребят, половина из вас развернется и уйдет. Самолет стоит почти 50 долларов. Учитывая, что он сделан из простой красной бумаги. Да-да, из обыкновенной бумаги, то есть это даже не плотный картон, то покупка покажется довольно спорной. Внутри коробки лежит 4 листа бумаги, 2 для одной модели самолета и 2 для более продвинутой, которую можно попробовать после оригинальной модели. Довольно давно не занимался оригами, ну что ж, за дело! Готово! Это нарушитель. Так производитель его называет. Не буду лукавить, инструкция была довольно туманной, и было сложно исследовать с этими мелкими шрифтами и нечеткими картинками, но я думаю, получилось похоже. Итак, запускаем мотор на носу, нажав на него. Моторчик довольно тяжел, так что если вы собрали самолет неправильно, то он будет клевать носом. Для управления используется связка Bluetooth 3.0 и отлично разработанное и отполированное приложение с удобным интерфейсом для вашего смартфона. Когда я скачал и запустил приложение, я был в восторге от качества проработки. Поднимая медленно ползунок на экране, увеличивается мощность мотора на самолете. А вращая телефон, можно управлять задним крылом, задавая направление. Что, по крайней мере, в теории, потрясающе. Но на деле я так не сумел заставить его летать. Неудачные попытки шли одна за другой. Петля за петлей, оканчивающиеся падениями на пол. И не важно, сколько раз я пытался. Я пробовал продвинутую модель, пробовал оригинальную, подгибал крылья, запускал в здание, запускал на улице. Самолет просто отказывается лететь прямо. На сайте множество отзывов вида «Потрясающий гаджет». На что бы я ни делал, ожидания не оправдались. Идея отличная, приложение сделано очень качественно, но за 50 долларов можно купить радиоуправляемый самолет, сделанный не из бумаги. Таким образом, гаджет бесполезен. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова